Здравствуйте, мои дорогие! С вами Яна. Очень рада приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня хочу показать вам своих кроссовочек-обновочек. Королевой моего сегодняшнего репортажа будет Салагина Крестата, которая у меня появилась с выставки в Ботаническом саду у нас в Беларуси, в городе Минске. Сегодня мне посчастливилось присутствовать на этой выставке, и я не смогла уехать оттуда, естественно, без подарочка для самой себя любимой. Вот она моя крошечка. Растение хоть и малюсенькое, но вполне себе здоровое, очень интересное. На выставке был только один экземпляр, большой-большой горшок, и в нем была Салагина Крестата в распуске. Очень красивая. Ну вот я и не устояла. Мне удалось посоветоваться в Ботаническом саду с работниками Ботанического сада, узнать поподробнее об уходе за этой орхидеей. Она любит прохладу, как и цимбидиум, но любит много влажности, очень любит водичку. Нужно всегда следить за тем, чтобы бульбочки все были счастливыми, довольными и пухленькими. И тогда она будет меня радовать. Она очень любит подкормки удобрениями. И чем больше будем ее удобрять, тем благодарнее она в итоге окажется. Вот сейчас посмотрим, сколько бульбочек маленьких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот выглядит моя Салагина Крестата. Я попробую за ней максимально тщательно ухаживать, точно так же, как мне сказали в Ботаническом саду. И надеюсь, что в ближайшем, ну в этом году хотя бы она нарастит хорошую свою бульбовую систему. И может быть хотя бы один цветоносик она мне проклюнет. Но не факт, потому что это детеныш. Там были детки и поменьше. Там было на три бульбочки. Ну, мне посоветовали взять покрупнее. Естественно, я согласилась. Вот такая вот крошечка, крохотулечка теперь у меня в новиночках. Прохладу, конечно, организовать конкретную я ей не смогу в 10 градусов. Либо 7, либо 8. У меня максимум 20-18 можно сделать прохладно. Ну, посмотрим. Я думаю, скоро весной уже можно будет выносить их на балкон. И там ей понравится. Вот такая крошечка. Мы только приехали. Я еще горшочек даже не успела обмыть. Только-только достала с упаковки. Так, затем похвастаюсь вам своими дендрами. Этот дендр ко мне приехал несколько дней назад. Вот это был один куст. Вот он такой. На две стрелы. С одного роста было две стрелы. Два цветоноса. Один уже полностью засох. Второй еще зелененький. Подожду, пока подсохнет. И полностью срежу. Видим, да? Как вот стрелы растут. У дендробиума фаленопсис. Очень интересно. Я думала, что по одной стреле. И в основном только с центра. Роста, оказывается, нет. Почему я решила его все-таки пересадить? Не только потому, что это новое растение. И я привыкла всегда пересаживать. И освобождать корни от мочалок. И мха. И стаканчиков трофяных. Ну и потому, что я заметила, как вот эти вот молоденькие ростики. Маленькие были там ростики. Они были мокрыми. Настолько мокрыми, мягкими. И с них выделялась влага. Судя по тому, как у меня была обмороженная ванда. Как она ко мне приехала. Я поняла, что это, конечно же, очень плохо. И нужно срочно, просто срочно пересаживать. Рассаживать это растение. Я удалила эти росты. Они были меньше, чем вот этот вот ростик. Я их удалила. Выбросила. Они были уже полностью гнилыми. Здесь, слава богу, корневую удалось спасти. Поэтому кусты разделился. Этот еще пока, слава богу, прочный, не гнилой. Значит, все будет хорошо. Так, вот дня три, может быть, назад я это все сделала. Все эти манипуляции. И вот этот отросток, ростик мой. Один единственный такой хороший, мощный. Смотрите, что там происходит внутри. То есть, либо он мне выдаст новый лист, либо там закладывается цветонос. Стрелочка цветоноса. Больше это, конечно же, смахивает на стрелочку цветоноса. Соответственно, в ближайшее время, если это цветонос, я могу узнать, какого цвета этот бендробиум фаленопсис. Чем я буду очень счастлива, потому что в основном у меня отцветашки. Вот он какой красавец. Листочки, конечно, как всегда, требует обработок. Но так, в принципе, в целом неплохо. Деформация листа, видите. Вот он просто вот так вырос и все. С этим растением вроде бы все в порядке. Но здесь такие сероватые не передает. Как будто бы подмороженная слегка листва была. Совсем слегка-слегка. Здесь больше ничего похожего на цветоноса я не наблюдаю. Но будем смотреть, наблюдать. Пороче, цветоносики я попожа срежу. И получилось таким образом у меня сразу два дендробиума фаленопсис. Почему я решила их отсадить? Ну, просто вот захотелось мне уже. Ладно, думаю, раз вы уже разделились, так я сделаю два разных горшка. Тем более таких горшков у меня вообще хватает. Просто я не знаю, куда их девать, эти горшки. Всегда пересаживаю, пересаживаю. И старых горшков очень много. И сегодняшняя еще одна моя навидочка дендробиум фаленопсис. Это деленка. Девочка отделила свое растение. Он с бутонами. Бутонов только два. Цветонос. То ли кто-то покусал, то ли они подваривались в нее. Но больше это похоже на то, что кто-то там из вредителей поработал. Помимо того, что они, скорее всего, просто у нее не выжили. Есть такие подозрения на то, что есть кто-то там в этой орхидейке. Я все равно их всех обрабатываю. Поэтому буду следить более тщательно за этим растением. Меня радует, конечно же, что цветонос заложен и цветоносы есть. Но меня не радуют вот эти вот пятна. Жутковато, конечно. И сам центр. Вот у этих дендров все зеленое, чистое. Все классно. А вот у этого как будто бы какая-то кашица и липкая кашица. Девчонки, мне это не нравится. Я буду смотреть, что это. Попробую обработать чем-нибудь. Схожу в цветочную аптеку и что-нибудь приобрету. Вот здесь совсем видно, что там коричневая и очень липкая. Как медом намазали. Вот такие вот у меня новиночки. О поездке своей в ботанический сад Республики Беларусь в городе Минске я вам видео сняла. Конечно же, я вас всех порадую чуть-чуть попозже. Надо только добраться до компьютера. Там очень красивые цветы, ну реально шикарно. И мне очень повезло, что я, можно сказать, в первые же дни успела туда попасть. Вот вчера только первый день открытия выставки был. Сегодня второй день. Девчонки и мальчишки. Выставка продлится еще до 11 марта, если я не ошибаюсь. И у всех будет возможность туда съездить, понаблюдать за растениями. Поинтересоваться, пообщаться с людьми, с работниками ботанического сада. Взять дельные советы себе на заметочку. Очень классно, что я туда съездила. И всем советую. Ну вот и такой милюпасенький видеообзорчик. Всем хорошего настроения. Ну, что могу еще сказать, добавить. Ждите мое видео о ботаническом саду. Пока-пока.